Согласно статистике, в течение последнего десятилетия масса бортовой сети автомобиля, наиболее близкого к юнибусу транспортного средства, увеличилась на 10 килограмм. По килограмму в год электрические связи постепенно вытесняют механически. Общая длина проводов растет, оставляя все меньше неэлектрифицированных уголков. У некоторых автомобилей суммарная масса электрики уже перевалила за 50 килограмм. Работа нашего конструкторского бюро заключается в трассировке системных коммуникаций, разработке сборочных чертежей, жгутов, проводов, шлангов, трубок, для того, чтобы в транспортном средстве все функционировало правильно. Как в нашем организме есть лимфатическая нервная кровеносная система. К 2025 году, если ничего не предпринимать, бортовая сеть автомобилей потяжелеет еще на десяток килограмм, ведь на электронику возлагают все больше функций, чтобы уровень комфорта и безопасности продолжал расти. Тот же двигатель внутреннего сгорания уже трудно представить без множества проводов, которыми соединяются всевозможные датчики. Например, первые летательные аппараты «Братья Фрайт» не имели проводов. Аэробус А380 имеет 100 тысяч проводов общей протяженностью более 530 километров. Но из-за ошибки расчета длин проводов произошла задержка поставки заказчикам авиалайнеров на два года. Работа нашего КБ заключается в том, чтобы исключить эти ошибки. При проектировании «Юнибусов» перед нами стоит еще более сложная задача, нежели перед инженерами фирмы «Аэрбаз». В наших транспортных средствах используются не только провода в общепринятом понимании. Например, провод светильника у вас дома, но и силовые кабели, по которым протекают большие токи. Интерфейсные провода, с помощью которых происходит питание между элементами системы управления. И низковольтные провода, которые предназначены для питания элементов бортовой системы. Кроме проводов, в «Юнибусах» используются всевозможные шланги, трубки. В зависимости от давления подбираются специальные гидравлические рукава. Я занимаюсь разработкой системы замедления «Юнибус». Мы используем различные тормозные системы. Это электродинамическое замедление, дисковые тормоза, аэродинамическое торможение. Все данные системы позволяют нам сократить тормозный путь до 1000 метров, что существенно ниже тормозного пути железонного транспорта, которые составляют несколько километров. Все эти типы проводов, шлангов и трубок нужно развести так, чтобы они не оказывали помех на каналы связи как самого «Юнибуса», так и инфраструктуры транспортной системы «Скайуэй» и города в целом. При этом, соблюдая все ГОСТы, требования электро- и пожарной безопасности и, само собой, не выходя за пределы транспортного средства.